Тяжелая игра. Вы знаете нашу ситуацию. Ребята потихонечку начинают отходить от карантина. Долго не тренировались, долго не играли. Целый месяц. Вернее, нет, поменьше. Есть травмированные игроки. На эту игру были конкретные задачи и в обороне, и в атаке. В обороне справились. В атаке есть над чем работать, есть усиление. Знаем, как это сделать. Для нас этот результат положительный. Пару вопросов от еженедельника игрок нашего Воронежского нам передали. Первый из них, ребята, интересуются, когда ждать возвращения Вотинова в стройку. Да мы сами ждем. Пока он еще не готов играть. У нас есть потенциал. Василий Максим первый день сегодня. Один раз потренировался в игру. Представляете, какое состояние у него. Сам по себе ему надо время, чтобы набрать такое тяжелое, большое. Хайманов вышел с Астрахани. Естественно, после долгого перерыва, не тренировавшись, сразу травму получил в конце игры. То есть перенапряжение мышцы. Плюс еще есть Сапаев. Плюс Черкин есть. То есть потихоньку-потихоньку мы выходим из кризиса. И какие ваши личные впечатления, ощущения после возвращения через 20 лет на Воронежский центральный стадион профессионалов, где вы играли в составе? Ну да, сегодня вспоминал, когда за час до игры были 25 тысяч, наверное, где-то, да? 23-25. Да, в Воронеже всегда был народ. Ходил народ на футбол. Даже во второй лиге, по-моему, тысяч по 10 ходили. Немножко так устарел стадион. Много сейчас хороших стадионов появилось. У вас, как бы, такое впечатление немножко устарело. Но так Воронеж... Сам город, конечно, впечатлил. То есть такой более масштабный, глобальный стал, большой. Много новых зданий. Такой изменился, да, в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok